МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. В эфире программа «Воронеж. События. Факты». Итоговый выпуск на этой неделе. Сегодня в программе. В Воронежской области утвердили новую программу капитального ремонта до 2052 года. Как защитить русский язык от засилия иностранных слов? В регионе повысили стоимость проезда в пригородных электричках. 11 человек, включая депутата облдумы, пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере. В Воронежской области утвердили новую программу капитального ремонта до 2052 года. Предполагается, что за это время будут отремонтированы более 9 тысяч многоквартирных домов. Почему, по мнению экспертов, обновленная региональная программа по-прежнему несовершенна, как и предыдущая, узнавала Галина Жукова. Общий период капитального ремонта разделили на плановые двухлетние временные отрезки. А вот первоочередность ремонтных работ, которые начнутся уже в этом году, сформировали на основании данных регионального фонда капремонта по результатам обследования технического состояния зданий. Для этого проводился визуальный осмотр многоквартирных домов, место технического освидетельствия. О чем это говорит? Чтобы наняли какую-то фирмочку подешевле. Приходили люди на дом, вот по своему дому. Пришел мальчик, что-то там пощелкал. Узнала об этом совершенно случайно, когда он не мог попасть на чердак. Пришлось брать ключи, запускать его на чердак, чтобы он сфотографировал дом. И в результате их всех выстроили. Вот я посмотрела этот список, конкретно говорю, опять по своему дому. У меня нет электрики. То есть, несмотря на то, что пять раз было возгорание электричества, работы по электричеству на доме не предусмотрено от слова совсем. Впрочем, уверены эксперты, та спешка, с которой принималась новая программа, вряд ли улучшит имеющееся положение дел. Прогнозная стоимость обязательных работ по действующей программе составила более 262 миллиардов рублей. В настоящее время существует риск невыполнения капремонта почти до 4000 домов на сумму более 25 миллиардов рублей, констатируют авторы программы. Сопоставимый дефицит денежных средств прогнозируется также и в период с 2023 по 2025 год. Нужно отремонтировать 9 тысяч, более 9 тысяч домов. А чтобы их отремонтировать, естественно, нужны деньги. Денег этих не хватит. И поэтому они решили продлить срок капитального ремонта этих домов. Но факт остается опять фактом. Опять программа сверстывалась очень быстро. Будем говорить так, перед Новым годом, 30-го, ее утвердили. Жители могут посмотреть. Это приказ 10-35. Там есть все дома, которые выстроены по срокам проведения капитального ремонта. Главным образом проблема усугубляется именно из-за нехватки финансов. И ждать помощи от федералов сегодня вряд ли возможно. Если только в формате бюджетных кредитов, которые все равно придется возвращать. Причем нашему региону сложно конкурировать с той же Москвой или Санкт-Петербургом. Регионы богатые, у них идет ремонт. Хорошо, возьмем Москву, там все идет замечательно. Возьмем Питер, там тоже самое. У нас бюджет совершенно другой, абсолютно другой. Если раньше он финансировался еще за счет бюджета федерального, то теперь в связи с событиями, которые у нас сейчас есть, финансирования по ходу дела не будет из бюджета. По мнению Людмилы Евстратовой, главной сложностью в реализации программы капремонта является отсутствие комплексного подхода, поскольку частичный капремонт не решит проблему дома, который будет ветшать еще больше. Не лучше ситуации с техническим состоянием жилого фонда. Так, в регионе насчитывается более тысячи изношенных лифтов. Дальнейшая эксплуатация многих из них может представлять угрозу жизни и здоровью жильцов. В ближайшие два года по новой программе капремонта предполагается заменить подъемники в 326 многоэтажках. Еще одна проблема – аварийные балконы. Возьмем балконы. Балконы у нас аварийные. Вы знаете, что на Фридриха Энгельса полетел балкон, жительница погибла. Но если посмотреть эту программу, там нету слова «балкона» вообще. Там не ремонтируют балконы. Их нет. Их вообще нет. На них не предусмотрено. Ни на свидетельствование, ни на ремонт. Это капитальные работы. Дома старые, они рушатся. Естественно, у них рушатся плиты и все остальное. Но ничего этого не предусмотрено. Так что новая программа, рассчитанная на ближайшие два десятка лет, вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию с капитальным ремонтом большинства домов в регионе. Не будет ничего эффективного. Я опять скажу, все сверстано наспех, очень быстро. За это отвечает департамент ЖКХ области. Они свертывали эту программу. Но фотографирование состояния не говорит о том, какое состояние фактически удобно. Внешне оно может быть покрашено красиво, но внутри все гнилое. Напомним, что капремонт в многоквартирных домах подразумевает устранение неисправности, восстановление либо замену изношенных элементов на более долговечные и экономичные. В случае необходимости подлежащие капремонту здания модернизируют и оснастят недостающим инженерным оборудованием. Но пока такая идеальная картина лишь на бумаге. Галина Жукова, Валерий Бовкин, 41 канал. В Новоусманском районе директор автошколы получил срок за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области. Новоусманский районный суд вынес приговор в отношении директора одной из автошкол. На скамье подсудимых мужчина оказался за совершение шести преступлений по статье «Коммерческий подкуп за незаконные действия». Как было установлено на следствии, он предоставил шести гражданам права на сдачу экзамена в ЕБДД для получения водительских удостоверений, хотя никто из них обучение в автошколе не проходил. За свои услуги директор с каждого из кандидатов-водителей взял по 15 тысяч рублей. Суд отправил виновного в колонию общего режима на два года. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением в коммерческих организациях организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере подготовки водителей транспортных средств всех категорий и переобучения сроком на три года. В Воронежской области повысили стоимость проезда в пригородных электричках. Платить больше пришлось уже с 1 января. В департаменте государственного регулирования тарифов установили предельный максимальный уровень тарифа на перевозке пассажиров железнодорожным транспортным в пригородном сообщении на территории Воронежской области. С 1 января 2023 года за первые 10 километров вне зависимости от дальности поездки придется заплатить 25 рублей 20 копеек за одну поездку. А за каждый последующий километр после 10-го 2 рубля 52 копейки за один километр. Так, например, стоимость поездки из Воронежа до Кравской обойдется в 103 рубля. Мы живем в условиях беспрецедентного информационного давления на нашу психику, а наши цифровые устройства регулярно подвергаются атакам вредоносных программ. Как обезопасить цифровую среду от рисков и вызовов? Ответ на эти вопросы мы нашли в Воронежском государственном техническом университете. Подробнее в нашем сюжете. В первой половине 2022 года эксперты зарегистрировали в мире более 2000 утечек персональных данных, что почти в два раза превосходит показатель за аналогичный период прошлого года. В России число инцидентов за первое полугодие достигло 305 или на 46% больше, чем в прошлом году. А число похищенных записей превысило население страны. Это только часть проблемы. Есть и другие вызовы, как для учреждений и коммерческих компаний, так и для граждан. Противостоять этим вызовам учатся в Воронежском государственном техническом университете. Это деструктивный контент и вредоносный код. Деструктивный контент пытается вскрыть нашу черепную коробку, а вредоносный код делает то, что вы сейчас говорили с нашими компьютерами и телефонами. Увы, это реальность, объективная реальность, уйти от которой не представляется возможно. Выход только один – полностью отключить себя от цифровых устройств. Но мы уже давно живем в цифровом пространстве. Каждый из нас носит с собой персонального шпиона, смартфон, а жизнь без интернета уже и представить трудно. Интернет – это тоже воровка на доверие. Если вы доверяете сайту, если вы доверяете тому номеру телефона, который вы стали, с которым вы начали связываться, вы уже делали шаг навстречу злоумышленнику. Если, конечно, по ту сторону стоит злодей. Ну и поэтому самое главное, что мы должны делать – это не доверяться. Не доверяться бесконечно тем предложениям, которые поступают нам из цифрового пространства. О диапазонах очень широк. Александр Остапенко – руководитель кибердружины. Это научное и творческое объединение студентов в ИГТУ при кафедре систем информационной безопасности. Студенты вместе с преподавателями занимаются изучением рисков, связанных с деструктивным контентом и поиском решений, которые обеспечивают защиту информационных систем от кибератак. Например, здесь работают над программой «Киберполигон». Он нужен для моделирования какой-то сети компьютерной, инфраструктуры какой-либо организации. После построения этой модели можно уже моделировать сценарий атак. Либо на инфраструктуру, либо на отдельный какой-то персональный компьютер, устройство, сервер и так далее. Молодые разработчики подтверждают – в недавнее ковидное время количество атак стало, по их словам, запредельным. Сверхактуальна и проблема сохранности персональных данных. У Ивана Моисеева интересный диплом. Он посвящен разработке алгоритма, который позволит обнаруживать данные в открытых источниках, рассчитывать риск возможности нанесения ущерба злоумышленникам и также позволит закрывать эти персональные данные, ссылаясь на закон 152 о персональных данных, что позволит убрать, удалить свои данные из открытого доступа и дать рекомендации по защите своих персональных данных. А еще одна программа сможет предупредить о недобрых замыслах потенциального нарушителя общественного порядка. Программа для обнаружения девиантного поведения или анализа вероятности того, что человек может совершить, грубо говоря, какое-то правонарушение, какое-то опасное действие для общества. Достаточно просто лицо, чтобы программа увидела лицо с помощью веб-камеры, с помощью какого-то входного потока. Ну, грубо говоря, видеоизображение или обычный кадр. Дальше работает определенный алгоритм, который распознает эмоции, то есть что человек чувствует на данный момент, это гнев, страх. В данной программе эти эмоции распознаются, анализируются тщательнее, потому что перед совершением какого-то негативного действия происходит накопление страха или гнева, что и приводит к какому-то деструктивному поведению. Рискнули лично протестировать программу. Это просто. Достаточно снять лицо камерой и быстро. Компьютер почти мгновенно выдает результат. Эмоция, удивление и есть немного счастья. Это несколько граней всего лишь. Грани очень много, но я думаю, для начала это отличный старт. В общем, журналист оказался вполне безобидным. Также безобидны, на первый взгляд, цифровые устройства, сети, ресурсы, которые нас окружают. Они обеспечивают связь, учат, подсказывают, помогают и советуют. Но не все, что советуют, полезно. Конечно же, все наши интересы на сайтах, теле и новости, которые мы любим читать, там, соцсети, они тоже отслеживаются. И особенно для молодежи в удачный момент такие технологии могут давать, ну, такую информацию, затягивать студента, ребенка в свои нехорошие объятия, да, вот эти различные там сообщества. Это страшно, это нехорошо. Как с этим бороться? Конечно, цифровая гиена, она важна. Она важна. Этому надо обучать с детства. Вячеслав Запорожец, Валерий Бубкин, 41 канал. 11 человек, включая депутата облдумы, пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. В Следственном комитете завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении 11 человек, обвиняемых в махинациях с земельными участками. Оперативники ФСБ установили, что участники группы оформили в частную собственность 8 земельных участков, предоставив регистрирующие органы фиктивные судебные решения, устанавливающие право собственности частных лиц на эти земли. Стоимость выведенных из госсобственности участков составила 36 миллионов рублей. Чтобы обеспечить возмещение причиненного ущерба, суд наложил арест на денежные средства и имущество всех обвиняемых в общем размере свыше 40 миллионов рублей. Дело будет передано в суд. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы. На одном из последних в минувшем году заседаний депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли правительственный законопроект о соблюдении норм литературного русского языка. Законопроект призван защитить его от засилия иностранных слов, аналоги которых есть в русском языке. Сохраним ли в чистоте родной язык? В этом разбирались наши корреспонденты. Законопроект, принятый пока только в первом чтении, подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного в едином многонациональном государстве. Документ на рассмотрение депутатов внесло правительство Российской Федерации. Поправки вносят в закон о государственном языке. И документ предполагает осуществление контроля соблюдения должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ, норм современного русского литературного языка. Если мы говорим об иноязычных заимствованиях, то здесь нужно подходить очень осторожно. Потому что есть, например, мнение, что до 80% современного состава слов русского языка они в те или иные эпохи пришли к нам. И это корневые заимствования из других языков. Поэтому вот так просто взять и запретить это нельзя. У нас и в 19 веке с этим боролись, и в 18 веке с этим боролись. И Пушкин писал, Шишков, прости, я не могу перевести, да, тоже это. Но здесь речь идет о том, чтобы не было слишком много и слишком броско, например, в рекламе иноязычных заимствований. Если документ будет принят окончательно, чиновникам официально запретят использовать слова, заимствованные из иностранных языков, если для них существуют такие же по смыслу русскоязычные. Одну рекламку вам покажу, да? Вы, наверное, ее видели. Берег русской реки, прекрасный летний день, сидит рыбак, рядом с рыбаком сидит медведь. И медведь спрашивает, на чек-ин? На что рыбак радостно отвечает, на чек-ин. Англоязычный медведь, англо-русскоязычный медведь, ему говорит, удобно, спрашивает, удобно. Чек-ин – это сайт регистрации билетов. И само слово «регистрация» уже заимствованное, но мы к нему уже привыкли. Весь вопрос в том, насколько то или иное иноязычное слово освоено в русском языке и присвоено языком. Определять порядок формирования и требования к составлению нормативных словарей будет правительство России на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку. Некоторые депутаты полагают, что это позволит избавить нашу речь от кэшбэков, билбордов и прочих каршерингов. Законопроект, кроме того, вводит запрет на написание кириллицей английских слов. Ко второму чтению парламентарий собирается определить сферы с обязательным применением русского языка как государственного, где должно быть строгое соблюдение языковых норм. Также ко второму чтению планируется урегулировать использование иностранных слов и выражений в коммерческом обозначении и в другой, предназначенной для потребителей, информации. Когда люди создают рекламу, когда люди думают о наименовании своих каких-то учреждений, магазинов и так далее, но вы посоветуйтесь с филологами, посоветуйтесь с теми, с теми, кто профессионально занимается русским языком, чтобы не делать ошибок, потому что так или иначе, особенно интернет и другие средства массовой информации, они невольно закрепляют в сознании носителей русского языка какое-то ошибочное написание, произношение и получается, что увеличивают количество ошибок, потенциальных ошибок в языке. Мы небрежны к своему языку, считают специалисты-филологи, и они надеются на то, что поправки в закон о государственном языке в какой-то степени смогут помочь хотя бы государственным служащим. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. 13 января, 185 лет назад, стали выходить Воронежские губернские ведомости, первоместная газета. Кстати, именно 13 января в нашей стране отмечают День российской печати. Он учрежден постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года. Воронежско-Никитинская библиотека, которая в следующем году отметит свое 160-летие, бережно хранит все, что связано с историей зарождения местной печати. Именно в этом году, 13 января, исполняется 185 лет со дня выхода Воронежа первой газеты. 185 лет назад, 13 января по новому стилю, по старому стилю это первое января, в 1838 году вышли в свет Воронежские губернские ведомости. Это была первая местная газета Воронежской губернии, а до начала 1860-х годов единственная в нашем крае. Издавалась она до 1917 года. Выходила еженедельно. По словам сотрудников библиотеки, в краеведческом отделе, увы, вы не увидите первого выпуска издания. Но в целом здесь можно ознакомиться с историческими материалами и даже наглядно рассмотреть вкладку Воронежских губернских ведомостей тех лет. Самой газеты, к сожалению, у нас не сохранились. Есть только вот как раз книга 50-летия Воронежских губернских ведомостей. И там есть небольшая вкладка, в которой представлена газета на ней. Ну и материалы об истории этой газеты можно почитать. Это хранятся в отделе краеведения Никитинской библиотеки. К примеру, любой воронежец сможет при желании узнать, что публиковали в 19 веке губернские ведомости. В официальной части публиковались указы постановления правительства, губернского начальства, а в неофициальной части выходили различные материалы о жизни края. Это известия о различных происшествиях в нашей губернии, также о состоянии урожая. Здесь же можно было найти информацию о рыночных ценах, справку о курсе на золото и серебро. Публиковались в Воронежских ведомостях и частные объявления о продаже или покупке недвижимости, о сдаче в наем домов, лавок и прочее. Тираж газеты был невелик. Около 600 экземпляров. И она распространялась почтой и подписчикам. 90 экземпляров распространялись бесплатно. Они распределялись по различным учреждениям уездным, а также в другие губернские города. К слову, первым редактором газеты Воронежских губернских ведомостей был Николай Гробовский. Он являлся редактором на протяжении семи лет вплоть до 2845 года. Это был образованный человек своего времени. До этого он занимался педагогической деятельностью, работал корректором в типографии. Именно на страницах ведомости воронежские читатели открыли для себя творчество известного земляка, поэта Ивана Савича Никитина. Значительной страницей в истории газеты является публикация стихов Ивана Савича Никитина. Именно в этой газете впервые они были опубликованы. В номере 47-м за 21 ноября 1853 год. Это было стихотворение «Русь», которым автор сразу заявил о своем большом таланте согретым высоким чувством искренней любви к родине. В конце 40-х годов 19-го столетия в Воронежских ведомостях появился новый раздел «Народное чтение». Под этой рубрикой читатель находил полезные хозяйственные советы, рассуждения о семье и быте – материалы, созданные на основе фольклора. Все большее место на страницах газеты занимала театральная рецензия. Почти в каждом номере газеты выходили материалы о новых спектаклях. Также были публикации о гастролях в Воронеже известных актеров. Например, Павел Степанович Мачалов приезжал в наш город три раза. Он был в 1840, 46 и 48 годах. Газета также внесла серьезный вклад в разработку истории и топонимики края. А уже в первую половину 1850-х годов воронежские губернские ведомости, как отмечают историки, стали одной из лучших и прогрессивных газет, выходивших в то время в России. Но сегодня, спустя почти два столетия, в день празднования российской печати, воронежцам не стоит забывать об этом. Интерес есть. И, конечно, тем, кто учится на историческом факультете, им необходимо пользоваться различными справочными изданиями, узнать, как в Воронежской губернии развивалась пресса. Кто был родоначальник, а это как раз воронежские губернские ведомости. Галина Жукова, Сергей Артемов, 41 канал. В следующем сюжете речь пойдет о редких книгах, а точнее об их коллекционере Дмитрие Шкатове. Редкие издания он собирает 30 лет. Его коллекция насчитывает порядка 100 тысяч экземпляров. И ежегодно коллекция пополняется сотней новых книг. Об уникальном человеке, собирающем редкие издания, наш следующий сюжет. Любовь к книгам у Дмитрия началась еще до того, как он пошел в школу. Мальчик самостоятельно научился читать и стал буквально проглатывать страницы. Сейчас за два часа он прочитывает 300 страниц. С детских лет читал даже не детскую литературу, знаете. Читал в основном военные... А как складывать буквки? Сначала слово за словом, предложение за предложением. И в результате мне это так захватило, что мне подчас... Ну, сначала прочитав, конечно, некоторые детские книги, например, капитана Врунгеля, а потом я перешел сразу на военные приключения. Мне они нравились всегда. В частности, мне понравился такой писатель, как Юлиан Семенов, написавший в Семена, известного Штемлица. Но, посмотрев кино, я сразу решил, а надо сравнить. Литературу увлекла мальчик. Он стал интересоваться тем, как жили люди в разные эпохи. По образованию Дмитрий юрист. Но по профессии работать не смог. На последних курсах вуза трижды переболел воспалением легких. Как итог, появилась астма. Болезнь хобби молодого человека превратила в увлечение жизни. Дмитрия в его деле поддерживает жена. Они с супругой живут в скромной квартирке. Места для книг здесь не хватает. Чтобы показать нам свои сокровища, наш букинист раскладывает их на кровати. Когда я открыл для себя «Звёздный океан», я сразу не пленился найти энциклопедию «Астрономия». Она была страшно дорогая, особенно в голодные 90-е годы. Найти её было очень трудно. Когда я узнал, что она стоит аж 600 рублей на целых с 90-х годов, это были большие деньги. Я сразу подумал, я разошибусь в лепёшку, но добьюсь. Я подработал там, где-то что-то занял. И в течение шести месяцев я её добыл. Не всегда покупка проходила гладко. Были случаи, когда и обманывали. Однажды был случай, когда я ещё сам был подростком, ну не на Авито, а тогда ещё в Камелоте. Я купил книгу просто о новом мужчине, который продал её не то, что специально сразу обмануть, менять. Он сделал вид, что сказал, что продаёт дорогую книгу по более дешёвой цене. Но сыр-то бесплатный, как известно в любом басне Крылова, бывает только лишь в мышеловке. И поэтому... И он мне продал эту книгу, а я сразу понял, что-то там не так. Она была слишком лёгкая. А она из глянцевой бумаги. В общем, раскрыв книгу уже дома, Дмитрий увидел, что половина страниц криво вырезаны. С тех пор при покупке он всё проверяет досконально. За это время собрано им более 100 тысяч экземпляров книг и 28 тысяч журналов. Один из самых любимых журналов с детства является «Вокруг свет». Журнал актуален, интересен. Там множество интересных публикаций, даже не исторического плана, но и на всякие загадки, тайны, но также интересные путешествия по странам мира, в которые подчас никогда не выберешься. Очень интересная книга. Также вот «Исчездувшие страны». История в почтовых марках. Книга, которую я тоже нашёл много вида, у одного коллекционера. Долго упрашивал её продать, потому что это вообще очень редкое коллекционное издание. Книги Дмитрий находит в букинистических магазинах и книжных салонах. Участвует в аукционах, по интернету и ищет там раритеты. Иногда удаётся купить уникальные вещи за небольшую сумму. К примеру, у Дмитрия есть редкая книга про историю российских магазинов или книги о Воронеже, которые издавались ограниченным тиражом. Не менее интересный и ценный лот. Эта книга выпущена нашим краеведом Павлом Поповым. Она называется «Воронеж. История города. Воронеж в названиях улиц». В этой книге перечислены подчас даже самые маленькие переулки, маленькие улочки. Павел Попов замечательно крылет тем, что он не пленился действительно взять все улицы города. Очень интересная книга вот эта, например, посвящённая Парижу во времена жуткой Великой Французской революции. Это была действительно чудовищная эпоха. Людей хватали за ничто и натащили на эшафот. Этим событием посвящена вот эта книга «Повседневная жизнь во времена Викобинского террора». Свои книги Дмитрий ни от кого не прячет. Он проводит выставки, вечера, встречи, рассказывает про свою коллекцию. Часто приходится находиться в длительных отлучках от дома. Его приглашают в разные города. А жена с нетерпением ждёт возвращения. У Дмитрия есть мечта. Он хочет изменить отношения к чтению и создать некий клуб для любителей книг. Моя мечта – да, пожалуй, первая в России частная библиотека мирового уровня. Я бы сделал её так. Мне нужно двухэтажное здание. Хотя бы не очень такое, пусть новое или старое, но так, чтобы государство могло оплачивать некому, наверное, платежи с моими скромными финансовыми возможностями. На первом этаже я сделал что-то вроде некое доступное кафе для молодых пар. Я бы организовал именно еду, чай – это не проблема. А на втором этаже сделал бы большой читальный зал. Сейчас альтернатива такому клубу существует. Но книги там нужно покупать. Здесь же уникальные здания станут доступными для многих. Коллекционировать книги сложно и очень дорого в наши дни. Но Дмитрию даётся с умом подходить к этому делу. Он даже на свои скромные доходы умеет договориться или отыскать самые редкие и интересные книги. Букинист надеется, что мечта его сбудется. И воронежцы смогут увидеть то, что он собирал десятилетиями. Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Только представьте себе, Советскому Союзу могло бы исполниться уже сто лет. Эту праздничную дату мы могли бы отметить в конце декабря завершившегося года. Что плохого и хорошего было в развале мировой державы, спорить бессмысленно. Но вспомнить о жизни простых людей в Советском Союзе нужно. Музей советского быта – то место, где можно прикоснуться к предметам из нашего прошлого. Олеся Лисюк продолжит тему. Советский Союз образовался 30 декабря 1922 года, когда объединились Украина, Белоруссия и Закавказские республики. Формально все республики обладали своим собственным суверенитетом. Основополагающая идея советского государства основана на учении Карла Маркса, выдвигающего центральную идею всеобщего равенства. Много экономической или политической составляющей в этой дате. Достаточно сказать, даже когда все это сложилось в далеком 1922 году, то даже названия были совсем другие. Например, предполагалось «Союз Советских Республик Европы и Азии». Так предлагал Вадим Ильич Ленин. У Сталина было другое предложение. Он хотел делать все республики автономные, чтобы более ограничить их права. Но мы сейчас будем говорить о том, что в итоге сложилось. В итоге наша страна стала крупнейшей супердержавой. Была еще идея создания конфедерации, но победу одержала ленинская модель. В итоге Советский Союз просуществовал почти 69 лет. Впоследствии Горбачев осенью 2021 года скажет в одном из своих интервью, что Советский Союз распался из-за сепаратистов и радикалов. Если бы Советский Союз существовал бы и дальше, считает президент Советского Союза, мир был бы лучше. Она была одним из инициаторов создания Организации Объединенных Наций. Это страна, которая дважды выходила из разрухи. После Гражданской войны и после самой жестокой войны XX века, Великой Отечественной войны. Мы победители. Страна, которая первая освоила мирный атом. Да, американцы после Хиросимы и Нагасаки прославились, ославились на весь мир. А мы в 1954 году создали первый мирный атом. И надо сказать, что это было на нашей Воронежской земле. Но Воронежская атомная станция стала работать на мирные нужды. Существование Советского Союза – это история всех стран, которые находились в этом союзе. Это судьба людей. Перед подписанием договора о выходе из состава СССР, Украины, России и Белоруссии был проведен референдум, в котором люди голосовали за сохранение объединения, но мнения народа тогда не учли. Так ушла целая эпоха. Вообще труд раньше было в почете. Считалось, что не работать – либо ты больной, либо, в общем-то, ты не наш человек. Вот это единение, вот эти трудовые свершения, когда вот такая фраза, которая нашла нам с американских фильмов, мы сделали это, когда преодолевая невероятные трудности, и бытовые в первую очередь, когда были ограничения во всем, но тем не менее, вот это, знаете, единый порыв, когда мы создавали что-то великое и в области космоса, и промышленность тяжелая, и так далее, и так далее. В Советском Союзе была бесплатная медицина. На 10 тысяч человек приходилось 100 врачей. Люди отдыхали по путевкам, образование предоставлялось за счет государства. Кто-то даже получал квартиры. СССР – это эпоха, о которой мы можем судить нежившие там только по художественным и документальным фильмам. А вот кто родился в Советском Союзе, вспоминает о нем с ностальгией. Пекла не я, мама. Она у меня большой мастер. Свадьбу, значит, зажала. Что ты, Миша, смеешься? Третий раз ведь замуж выхожу. Отметили в тесном кругу родных. Ну и как, третий муж удачный? Лучше второго, но не идеал. Я однажды вечером возвращался с дачи. Довольно поздно уже. Тогда транспорт ходил. Очень поздно, до полу ночи точно. Народу было мало в автобусе. И уже на улице Краснознаменной, трогаясь с очередной остановки, водитель остановил автобус, вышел и сказал, да, открыл дверь и сказал, что вы извините, пассажир, но минут на 10 задержка. Что-то там у него случилось. Мы вышли на улицу. И была тихая ночь, безветренная совершенно, луна светила. И вдруг услышали звуки музыки. Звучала очень популярная тогда песня «Битлз Мишель». И вскоре увидели источник звука. Вот точно такой же приемник в руках молодого человека. Он шел с девушкой симпатичной. Они вот подошли, остановились недалеко от нашего автобуса. Песня закончилась. Они стали по этому приемнику искать еще что-то интересное. И вдруг с очень хорошим качеством зазвучала песня в исполнении Марии Кадриану, которая называется «Первая танго». И пара вскоре станцевала под новую композицию – танго, свидетелями которого стали пассажиры сломавшегося автобуса. Самым лучшим временем стал брежневский застой. Только спустя годы люди стали понимать, какое хорошее время было при Брежневе. Хотя при жизни Янцека критиковали. В то время был дичайший дефицит всего. Зато росло материальное положение жителей Союза. Повысились пенсии, улучшился уровень жизни людей. В маленьких городах и поселках открывались новые предприятия. Люди копили деньги. В средствах массовой информации больше стала появляться информация. И разрядка напряженности. И как-то люди спокойно жили. И поэтому, когда говорят о ностальгии ПССР, и прежде всего, конечно, вспоминают Брежневский период. Когда было спокойно, когда была дружба между республиками. Мы ездили в туристические поездки. Это было не очень дорого. И дружили. И действительно приятные воспоминания. Официально столетие Советского Союза на постсоветском пространстве не отмечалось. Разве что коммунисты провели какие-то свои узкие мероприятия. Тем не менее, это все же знаковое событие. Советский Союз, опять же, спустя годы считают теперь социально ориентированным государством. О Советском Союзе его наследие помнят. Это часть нашей истории. Это жизнь наших родителей. Согласно опросам, большинство положительно оценивают то время. 48% россиян хотели бы восстановить Союз Советских Социалистических Республик. Согласно исследованию в ЦИОМ, возвращается интерес к ценностям того периода. Молодежь вспоминает, что тогда уважали человека труда. Советский Союз стал частью общественного сознания России. И это наше прошлое. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-94-06. Мы ждем обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Это были все новости минувшей недели. Что готовит нам предстоящие? Мы расскажем в следующей программе. Итоги на 41 канале. А я с вами прощаюсь. И пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин